Двор дома 47 по улице Молодежной в Новополоцке. Именно здесь проживает Мария Хмелькова. И содержание этой территории вызывает у женщины недовольство. А именно качество уборки как в подъезде, так и на дворовой территории. Ну вот первое, вот мы выходим с подъезда. Вот мне уборщица объясняет, что это надуло с 49-го дома. Почему, говорю, в 49-м никто не убирает в доме? Мастеру по уборке. Мы разберемся. Я год бьюсь, мы разберемся. Так когда вот это все будет, вот вы даже снимаете мусорки гнилая. Вот поставили жильцы вот такую мусорку, мы сами. Вот там вот на скамейке мусор лежит с понедельника. Я начала с самого низа. Мастер по уборке. Завтра, завтра, по осени она мне обещала. Кто-то там все заняты, где-то листву убирают, только не здесь. Потом я начальник УЖЭСа. Многочисленные обращения коммунальщикам не дали результатов. Мария была вынуждена обратиться на прямую линию главенного полоска Дмитрию Демидову. Мария Викторовна, значит, на нашей прямой линии присутствует исполняющий обязанности директора, звонцов Анатолий Александрович, который отвечает за эту работу. Я ему поручаю лично, он завтра подъедет, посмотрит состояние дворовой территории, состояние подъездов. Сегодня в 8.30 группой Новополоцкого клуба ЖРАО были посещены непосредственно те места, которые были обозначены в этом обращении. В частности, это четвертый подъезд, дома номер 47 по улице Молодежная. При обследовании было обнаружено, что график уборки соблюдается, и подъезд на момент обследования был убран. На преддомовой территории имеется незначительное количество листвы, которые будут убраны до 1 апреля текущего года. Вот такие две правды, и у каждого она своя. Но листвой с осени по-прежнему услан двор. Наверное, было бы правильным убрать ее по осени. Может, вместе с теплой весенней погодой в этот двор придет и чистота. А это уже другой формат рассмотрения обращений, прием граждан. Главе новоповозка пришел Игорь Козловский, мужчина в поисках работы. Год состоит на базе городской биржи труда. В 2019-м почти 30-летний стаж водителя новополучанин был вынужден прервать из-за болезни. Сегодня с Игоря уже снята группа по инвалидности, но есть определенные ограничения. Биржа руководствуется документами врачей. И у меня много ограничений с моим заболеванием. И мне не могли в течение этого срока найти работу. Поэтому я обратился к депутату, что найдите мне работу. Я водителем отработал больше 30 лет. Получается, сейчас мне надо работать дворником. Действительно, с трудоустройством помогли. Ближайший понедельник уже рабочий. И все же одно «но» осталось. Игорь Козловский хотел бы продолжить водительскую карьеру. И это не единственное обращение в ходе приема граждан по поиску работы. Так в чем же причина? Неподходящие вакансии для потенциальных работников или же неэффективная работа новополоцкого отдела занятости населения? Это вопрос такой, наверное, многогранный. И каждая ситуация требует своей оценки, своего разбирательства. Если говорить в целом по городу, то у нас на данный момент один из самых низких уровней безработицы. Мы по итогам 2020 года вышли на уровень 0,4%. Против, ситуация благополучная. Но люди, которые приходят, конечно, они имеют во многом ограничения по здоровью. Не могут пройти медицинскую комиссию на те вакансии, которые они хотели бы, например, занимать. Поэтому тут вопрос более сложный и более глубокий. Как показали прошедшая прямая линия и прием граждан, количество обращений в сфере ЖКХ уменьшилось. Но все же также актуальными остаются вопросы благоустройства. Уже с наступлением благоприятных погодных условий начнутся работы по восстановлению дорожного покрытия. Также новополучан сегодня волнует жилищный вопрос. Пенсионные выплаты в соответствии с выработанным стажем и не только. Конечно, есть вопросы, которые связаны с тем, что люди прошли инстанции. И, на мой взгляд, может быть, где-то формально отнеслись к решению их проблем. Сходу, конечно, эти вопросы решить нельзя. Потому что есть, безусловно, необходимый порядок совершения административных процедур, принятия административных решений. Но, тем не менее, задача поставлена максимально учесть интересы людей и не допустить ни в коем случае ущемления их прав. Никакого формализма. Главный подход в работе с обращениями граждан. При этом с максимальным положительным эффектом. Работа, конечно, должна строиться в соответствии с законодательством. Но не секрет, безответственный подход нередко становится весомым барьером в вопросе решения проблемы. И вот такие случаи должны оказаться в разряде недопустимых. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».